Так, еще одна тема, которую нужно рассмотреть нам сегодня, это телесистемы, телеметрия в бурении. В принципе, сюда же будет отнесена еще одна небольшая тема, как LWD, то есть как отдельное ответвление телеметрического сопровождения сквозных. Итак, пойдем по телесистемам. То есть ингредиентрию мы уже разбирали, а теперь в целом телесистема, то есть что они из себя представляют и так далее. Откуда появилась телеметрия? Те, кто этот курс у меня слушал, ну не этот курс, правильно сказать, те, кто слушал курс наклонно-направленного бурения в бакалавриате, когда я читал, те, кто слушал технологию бурения, знают обычно, о чем я первые здесь слайды говорю, и здесь ничего нового не будет, это будет дубликат информации. То есть, ну, во-первых, телеметрия, она появилась откуда? Откуда? Это есть такой гибрид геофизических исследований скважин и технологических исследований, которые проводятся в режиме онлайн, да, то есть в процессе бурения. То есть когда у нас прибор на забой, и мы либо постоянно, либо периодически получаем какую-то информацию с поверхности на забой. Собственно, чем это было вызвано? Какими предпосылками? То есть кто придумал-то? А было это вызвано именно развитием наклонно-направленного бурения и развитием сферы глубокого бурения, которые там датируются 60-ми, 70-ми годами XX века. Моменты здесь какие важные? То есть на чем здесь мы должны сакцентировать внимание? То есть, а, как говорится, для чего? Для чего потребовалась телеметрия? И здесь тоже надо четко сформулировать то, что чем более глубокие скважины, чем более сложные скважины строились, тем больше росла потребность именно в том, чтобы не делать измерения, ну, скажем, в режиме отбурил-проверил, как ты отбурил, а чтобы ввести измерения в таком формате, что ты берешь, бурешь скважину и в режиме реального времени получаешь информацию и можешь корректировать траекторию. Потому что, ну, простые скважины там нет проблем, да, там плюс-минус километр сместился, ну, условно, естественно, я говорю, и скорректировал траекторию. Когда скважины сложные, когда есть опасность пересечения соседних скважин, тогда тут уже ставки меняются, ну, и, собственно, подход тоже должен меняться. Вот таким образом появилась потребность в так называемой телеметрии. Из чего состоит система в общем виде? То есть в общем виде она вот состоит из следующих, так скажем, функциональных блоков. Это функциональная схема, это объект телеметрии, который оценивается, измеряется каким-то образом датчиками. Она с датчиков информация собирается на устройство приема сбора данных и потом передается на прием передатчик телесистемы. Прием передатчик телесистемы отправляет информацию по каналу связи на поверхность. Там стоит свой прием передатчик, который фиксирует сигнал поступивший. Производится очистка его от помех и так далее. И интерфейс компьютера, интерфейс машины обрабатывает это в какой-то удобно читаемый вид. Если говорить о том, как структурно это выглядит, то вот приведена одна из схем телесистемы современной, в которой типа все есть. То есть это блок инклинометрический. То есть можно на него посмотреть, что здесь такое. Это система управления этим блоком, блок первичных преобразователей, то есть те, которые фиксируют информацию, там калибровочный блок и так далее. То есть для того, чтобы производить калибровку, то есть привязку наших инклинометрических данных. Дальше модуль геофизических исследований, то есть там какие угодно могут быть датчики, направленные к геофизику. И помимо этого система контроля технологических процессов. То есть это, по сути, все датчики проще, да, там температура, давление, вибрации и так далее. То есть там это все фиксируется. То есть, грубо говоря, три таких функциональных блока, с которых информация попадает на единую системную шину, вот сюда собирается, и попадает в блок забойной установки. То есть вся информация все равно так или иначе объединяется в одном месте и кодируется. А потом уже через блок приема передачи отправляется в канал связи на Землю. То есть здесь именно вот такой подход. Ну и еще по-другому, как это выглядит уже в виде рисунков, да, то есть в виде симпатичного представления, более визуального. Это наличие забойной аппаратуры, которая строится, собственно, на функционировании первичных преобразователей, как мы уже сказали. Ну и дальше идет по каналу связи на наземную установку передачи информации. Ну, важно отметить то, что тут еще включается ряд различных там фильтров, средств контроля качества сигнала и так далее. Ну, это как бы априори, я думаю, подразумевается. Как можно классифицировать телеметрические системы? По непрерывности передачи информации. То есть, ну, выделяют разного типа, от непрерывного до, там, допустим, с остановками в процессе бурения, либо с остановками в процессе циркуляции. То есть, ну, грубо говоря, когда мы выключаем насос, тогда начинает работать телесистема. Либо, например, когда мы прекращаем бурение, начинает работать телесистема. То есть, есть те, которые работают в режиме бурения онлайн. То есть, ну, вариативность достаточно широкая. То есть, производители создавали длительное время различные виды, так скажем, подобного оборудования. По конструкции бывают извлекаемые, то есть, модульного типа. Есть так называемые неизвлекаемые, которые вмонтированы в немагнитные утяжеленные бурильные трубы. Ну, таких именно неизвлекаемых не так уж и много, если брать. То есть, почему? Потому что, если у вас неизвлекаемая телесистема, то, значит, ее ремонтные работы с ней, они могут осуществляться только на специальной рембаре. Это проблема. Далее. По скорости передачи информации. То есть, достаточно широкий диапазон, разбег. То есть, это сколько в единицу времени может информация передавать та или иная телесистема. То есть, ну, это говорит как раз-таки о ее вариативности. То есть, ну, чем больше это значение, чем больше скорость, тем больше информации с разных датчиков мы в одно время можем отправить непосредственно на поверхность. Если скорость минимальна, ну, вам, грубо говоря, один замер придется просто очень долго отправлять. То есть, вы будете терять во времени в процессе выборения. Ну, и по дальности передачи информации. Это больше привязка, конечно же, к каналу связи. То есть, тут основной именно акцент на этом делается. Ну, сейчас уже, если так брать, большинство телесистем, они находятся в диапазоне удовлетворительной, большой дальности передачи информации. То есть, это нельзя сказать, что это какая-то становится каким-то камнем преткновения. То есть, в этом направлении технологии, конечно, развиваются достаточно хорошо. По целевому назначению, если брать российский подход, то телеметрические системы делятся на следующие категории. То есть, инклинометрическая информация, то есть, параметры кривизны, технологическая, то есть, параметры процесса бурения и геофизическая, то есть, данные по разрезу горных пород. Если брать зарубежный подход, то в данном случае это LWD, то есть, логин-вайл-дриллинг, коротаж в процессе бурения, MWD – это measurement-вайл-дриллинг, измерение в процессе бурения, и PWD – это pressure-вайл-дриллинг, это, собственно, давление в процессе бурения. То есть, в данном случае, это датчик по-другому ЭЦП, эквивалентной циркуляционной плотности. Итак, важно понимать то, что в любой телесистеме вот эта компоновка этих датчиков может быть совершенно любой. Могут быть все, может быть только какой-то один. Это зависит от ряда различных причин. Ну, вот как раз-таки здесь показана еще раз расшифровка более в широком виде. Для каких целей используются? PWD, MWD и LWD. То есть, важно понимать то, что LWD – это как отдельный модуль. У него, так скажем, больше даже как отдельный измерительный модуль, потому что данные идут не сразу на поверхность, а они должны проходить через MWD-модуль. То есть, у них нет никаких своих средств для передачи сигнала. Это просто как набор датчиков. MWD – это все-таки именно телеметрия, то есть, процесс передачи данных там осуществляется. Итак, MWD, еще раз, он что делает? Он измеряет зенитно-азематальные углы, благодаря своим датчикам. Вот, глубину, как еще один параметр кризисной, мы измеряем благодаря наземным датчикам, то есть, которые у нас установлены на буровой установке. Если говорить про LWD, то это набор различных коротажей, то есть, гамма-коротаж, коротаж сопротивления, акустика, коротаж порид, то есть, измерение пластового давления, ядерно-магнитный коротаж и так далее. Важно отметить, что не обязательно, чтобы они все были вместе. Ну, традиционный вообще, если говорить прямо стандартный набор, который чаще всего вы встретите, это гамма-коротаж и резак. Ну, резак, резистелиметр, то есть, по-другому коротаж сопротивления. То есть, это самый минимум, который обычно используется при применении LWD. Ну, а остальное тут уже на усмотрение заказчика, и в зависимости от его финансовых возможностей. Важно понимать то, что, как функционирует телесистема MWD плюс LWD. Еще раз, LWD само никуда, ничто не отправляет. То есть, у него нет такого функционала. Работает это следующим образом. Сигнал, информация зафиксированная через LWD, подается на системную шину MWD. Там сигнал программируется, и, допустим, через пульсатор, ну, как пример, через гидроканал, отправляется на поверхность. То есть, здесь именно так. Ну, помимо этого, конечно же, LWD, она еще подстраховывается и записывает дополнительно все данные в свой внутренний встроенный модуль памяти. От чего зависит компоновка телесистемы? Как уже сказал, набор датчиков, он может быть совершенно широким, то есть совершенно разным, вариативность достаточно большая. И основная зависимость у нас идет от условий гурения. То есть, какие условия, насколько сложные, сложные, и какова наша платежеспособность. То есть, ну, вы можете сколько угодно много хотеть датчиков, но если у вас нечем платить за эту телесистему, ну, кто вам ее, собственно, даст, да? То есть, ну, тут вроде бы прописную истину я сейчас сказал. Из чего состоит забойная часть телеметрической системы? Она состоит, вот она обычно, из вот такой пример сборки, да? Смотрите, что у нас есть. Это у нас батарейки, которые установлены между центраторами, инклинометр, гамма, караташ. То есть, блок гамма-каратажа и пульсаторов. То есть, ну, по факту, пульсатор как источник связи с поверхностью, гамма-каратаж – это LWD, инклинометр – это NWD. Центраторы нужны для центровки непосредственно прибора, то есть телесистемы в утяжеленной бурильной трубе. Ну, и как бы сверху у нас есть такое устройство, да, для того, чтобы извлекать и опускать телесистему внутрь трубы. Откуда телесистема берет питание? Вариантов несколько есть. Ну, самый такой необычный – это все-таки кабельные телесистемы, потому что они просто очень редко используются. В основном же раньше использовались либо с батарейками, либо с турбогенераторами. Сейчас стараются совместить этот функционал, ну, то есть, как по принципу автомобиля, да, то есть, запускаешься с батарейки, измерение первичное идешь с батарейки до запуска насосов, это как твой аккумулятор. А потом у тебя генератор запускается, и он вырабатывает электроэнергию, ну, собственно, как в автомобиле и происходит. Ну, как уже сказал, да, сейчас стремятся к тому, чтобы и то, и то было. Хотя не исключается такая возможность, что при работе телесистемы вы будете использовать либо телесистему с турбогенератором, либо с батарейкой. Тоже, как бы, нельзя сказать, что они там сейчас все прям комбинированы. То есть, как работает принцип пульсатора, для примера разберем, да, то есть, вот именно, неправильно сказать, не пульсатор, а источник питания, извиняюсь за оговорку. То есть, как работает организация принципа питания, вот, в случае турбогенератора. С батарейки-то понятно, ты воткнул ее еще, и всем счастье. А как работает этот генератор? То есть, поток раствора вращает его, то есть, вращает ротор и, собственно, попадает на ротор, то есть, при определенном расходе ротор нашего турбогенератора начинает вращаться относительно статора. Крутящий момент бесконтактный, то есть, там магнитная система, то есть, там создается вращение одного магнита относительно другого, и в результате этого это подается на пульсатор. То есть, это все в рамках пульсатора у нас расположено. В зависимости от крутящего момента, от скорости вращения ротора относительно статора, у нас начинает создаваться электромагнитное поле и вырабатывается электроэнергия, которая запитывает наши зонды. В частности, часть крутящего момента от генератора, она переводится в гидравлическую энергию для привода карбинного коллабана, то есть, для именно пульсаторов. То есть, по сути, турбогенератор, он работает на два блока сразу в телесистеме, то есть, это на запитывание основных элементов и на создание импульса в пульсаторах. Как работает генератор в телеметрической системе, то есть, в рамках, так скажем, генерации электрической энергии? То есть, сам по себе генератор, он завязывается следующим образом, то есть, он основан на катушках, на так называемых электромагнитных, то есть, и в результате его функционирования у нас создается электромагнитное поле. В частности, часть, как уже говорил, да, то есть, там, ну, в процедуре вращения у нас создается электромагнитное поле, у нас часть запитывается телесистемы, а часть уходит на функционирование других систем. Ну, и в частности, часть там электроэнергии может уходить, допустим, на функционирование не пульсатора, то есть, если мы говорим не про гидроканал, а на функционирование самого генератора, то есть, который будет передавать сигнал электромагнитным способом на поверхность. Вот еще одна картинка, как это показано. То есть, принцип работы турбогенератора, то есть, ну, это на примере терметрической системы Slim Pulse, то есть, Slim Berger. Ну, и здесь по большей части просто именно показано визуально, да, как выглядит эта вся компоновка. То есть, еще раз проговорю, то, что турбогенератор – это не просто, как бы, ну, там, динамомашинка, которая только крутит педальку и вырабатывает электрическую энергию, он еще функционирует, ну, обеспечивает несколько систем. В частности, вот, допустим, плата пульсатора. Ну, вот примеры питания от батареек, да, то есть, это телесистемы Tensor и APS. Вот здесь просто показано расположение батареи, то есть, ну, нужно заметить то, что телесистема питается от нескольких батарей, то есть, это играет роль, типа, как резервные батареи, то есть, они друг друга подстраховывают. Ну, и вообще, когда мы говорим про эксплуатацию телеметрических систем с батарейками, там нужно очень четко отслеживать, чтобы всегда на них был заряд, то есть, чтобы не получилось так, что ты спустил инструмент, а у тебя все, как говорится, да, то есть, пиши пропало, то есть, батарейка села, и тебе нужно этот сетель поднимать на поверхность. Что является корпусом телесистемы? Корпусом телесистемы является немагнитное ОБТ для уменьшения помех на датчики. То есть, ну, во-первых, почему ОБТ, а не простая бурильная труба? Для придания жесткости, чтобы не, так скажем, травмировать, не разрушить, не деформировать внутреннюю компоновку датчиков и приборов. А сам материал немагнитный, он нужен для того, чтобы снизить помехи на датчики. То есть, в частности, на магнитометры, на изоматальные датчики и так далее. Как система передает информацию на поверхность? Передает она через канал связи. И по каналам связи, ну, это вообще, наверное, когда читаются лекции по телеметрии, всегда вот больше всего говорится про канал связи, про их сравнение и так далее. Ну, собственно, мы немножечко уделим этому внимание. То есть, какие бывают каналы связи? Каналов связи их достаточно много. Проводные, гидравлические, электромагнитные, комбинированные и так далее. Но мы их рассмотрим в таком контексте и начнем с акустического канала связи, который, хоть и достаточно интересен, но он не нашел широкого применения в бурении. То есть, почему он не применяется в бурении акустика? Потому что сам по себе принцип акустического канала связи заключается в том, что мы передаем звуковой сигнал по колонии бурильных труб. Но уровень помех достаточно высокий, накапливается при подъеме сигнала до поверхности. И, следовательно, потом оттуда вычленить что-то полезное крайне тяжело. То есть, качество функционирования этого канала не такое, как хотелось бы наблюдать. Если говорить о проводном канале связи, то в чем его плюсы и минусы? У проводного канала связи огромное количество плюсов. Если вы посмотрите, то можете их для себя отметить. Но я сверхдолго не буду останавливаться. Основные, да, то есть информативность, быстродействие, многоканализм. Можно единовременно от всех датчиков посылать сигнал. Но надежность и помехоустойчивость. Не нужно, нету никакой потребности в каком-то забойном источнике энергии. Возможность обратной двухсторонней связи. То есть, независимость ни от раствора, ни от свойстворных пород. Ну, вообще просто шикарно, да. Но проблема. Проблема в том, что у нас кабель – это одна из тех систем, которая очень себя капризно ведет в скважину. То есть, постоянные порывы, проблемы при спускоподъеме и так далее. И поэтому это, конечно, становится проблематичным. И применение проводных телесистем, оно нашлось только, ну вот, я говорю, знаю два региона. Это в рамках колтюбингового бурения. Это в Беларуси как раз-таки. Здесь иногда это применяют телесистемы, так называемые, с проводным каналом связи. И второй вариант – это Сургут-Нефтегази. Ну, Сургут-Нефтегази было это года 3-4 для зарезки боковых столов назад. Они собирали бригаду, у них были и проводные телесистемы, и колтюбинги. Все. Насколько сейчас это успешно реализуется, не могу сказать. Как работает электромагнитный канал? Электромагнитный канал работает следующим образом. То есть, у нас на забое стоит генератор сигнала. Верхняя часть колонны у нас заизолирована благодаря изолятору. Ну, то есть, стоит перемычка. И генератор отправляет сигнал в горные породы. На поверхности мы снимаем разность потенциалов между антенной, воткнутой в землю. Ну, то есть, антенны стоят по периметру буровой. И непосредственно кондуктором. То есть, кондуктор, почему? Ну, потому что второй электрод, который заземлен, достаточно глубоко. Момент какой? В чем проблема вот этого электромагнитного канала связи? Ну, во-первых, если говорить о плюсах сначала, то он более информативен считается, чем гидравлический канал связи. Меньше требований к буровому раствору. Может использоваться там, где нет вообще возможности применять гидравлический канал связи. Но при этом он достаточно дешев. Дешевизна – это тоже немаловажный фактор для буровиков. Особенно те, кто практикует, это знают. Но, с другой стороны, электромагнитный канал связи очень зависим от горных пород. То есть, если у вас сильная расчлененность разреза, то качество сигнала будет слабым. То есть, особенно он себя плохо, например, ведет в солях. То есть, соли вообще практически полностью экранируют весь электрический сигнал его. Дальше сложность конструкции блока управления. То есть, сама телесистема не сверхсложная. А вот, то есть, ну, даже можно сказать, что она ремонтопригодна в какой-то степени. А вот блок управления, он достаточно сложный. И, конечно же, не всегда у нас есть возможность там везде воткнуть антенну. То есть, ну, в рамках Тайги, да. А на море это становится снова проблемой. Как работает гидравлический канал связи? Гидравлический канал связи работает по принципу положительного, отрицательного, либо непрерывного импульса. И все мы их рассмотрим. То есть, сам пульсатор работает следующим образом. У него есть привод. То есть, тот двигатель, который позволяет создавать импульсодавление благодаря там клапанному механизму. Источник питания. То есть, для того, чтобы вот этот привод пульсатора работал. И схема управления. То есть, это та схема, которая, собственно, и кодирует сигнал. То есть, получив информацию, эта схема, она вырабатывает какой-то, ну, уникальный код и фактически вносит его в импульсодавление, который создает. Мы уже на поверхности считываем. То есть, сам по себе принцип генерации положительных импульсов на телесистеме, это принцип кратковременного перекрытия трубного канала, через который течет буровой раствор. То есть, каждое перекрытие будет характеризоваться положительным импульсом. Ну, и по факту, такие небольшие гидроудары, которые в зависимости от их частоты, там, смещения и так далее, позволяют нам зарегистрировать некий уникальный код, передаваемый с поверхности. Ну, собственно, как реализуется создание вот импульсодавления. Вот приведен пример, да. То есть, сигнал от зондов передается на электромагнитный клапан пульсатора. То есть, он передается фактически на пульсатор. Клапан пульсатора срабатывает и направляет гидролическую энергию на клапан, вот именно тот, который создает импульсодавление. Он называется корбидный клапан. Корбидный клапан выдвигается, например, каковременно перекрывает поток раствора и тут же уходит обратно. И благодаря этому генерируется положительный импульс. Ну, и в зависимости от частоты срабатывания клапана, каким-то образом набивается вот эта линия импульсового давления, которая уже непосредственно в дальнейшем будет фиксироваться на поверхности. Телесистемы гидравлическим каналом связи с отрицательным импульсом. То есть, здесь суть в том, что мы создаем, не перекрываем поток раствора, а мы открываем сообщение с затрубом, то есть, имитируя небольшие промывы колонны. И таким образом отрицательные импульсы наблюдаем на нагнетательной линии. И по этим отрицательным импульсам тоже считаем сигнал и воспроизводим его в каком-то удобном для нас виде, в числовом, в графическом и так далее. И еще один канал, это еще один способ генерации гидравлического сигнала. Это вот применение непрерывного импульса. То есть, когда стоит клапанный механизм в виде крыльчатки, и он, вращая, в зависимости от частоты вращения, меняет, собственно, импульс давления. То есть, в зависимости от того, насколько быстро, либо медленно у нас идет вращение, у нас получается непрерывный импульс давления, она меняет свою форму. То есть, либо растянутый импульс, либо сжатый. И вот, как говорится, благодаря такому виду единой линии сигнала, мы можем точно так же закодировать сигнал и передать его на поверхность. Ну, считается то, что это один из самых эффективных и самых качественных способов передачи информации. Но в российской практике все-таки чаще применяются телесистемы с положительным каналом, ну, с положительными импульсами, то есть, гидроканалом с положительными импульсами давления. Ну, собственно, какие плюсы у гидравлического канала? Дальность передачи максимальная, независимость от горных пород. Сам по себе пульсатор, он попроще, чем генератор электромагнитный. Но вот ремонтировать его особо нет возможности. То есть, он не ремонтопригоден. Это сразу минус. Ну, и не требует установки антенн. То есть, это плюс. Какие минусы? Дороговизна, зависимость от бурового раствора. Что еще сюда? Зависимость, опять же, от любых элементов циркуляционной системы, в частности, от бурового насоса. Ну, и является еще, как минимум, дополнительным гидравлическим сопротивлением для потока раствора. То есть, давление на стейке у нас, благодаря нему, будет все равно больше. Помимо основных каналов связи, еще в свое время придумывались комбинированные каналы связи. Они использовались с разной степенью успешности. Ну, а какие примеры? Это различные комбинации кабельного канала связи. И там основная задача была увеличить дальность передачи. Ну, это было давным-давно. Такие способы применялись. Но тут нужно отдать должное, что любая комбинация, она как бы давала, даже если позитивный эффект, и то не всегда, то все равно она приводила к сильному усложнению системы. То есть, системы телеметрии. Ну, и, соответственно, усложнения, полученные требования к ремонтопригодности. То есть, постоянно этих обслуживания нужно. Ну, и, конечно же, стомастной фактор подрастал. Вот здесь у нас приведен наземный блок для, так скажем, фиксации. То есть, у нас, получается, данные приходят и обрабатываются персональными компьютерами. А помимо этого, еще на блок персональной компьютеры приходит информация не только с подземного оборудования телеметрии, но еще есть ряды датчиков, таких как голубиномер, датчик веса, датчик оборотов лебедки. То есть, с той целью, чтобы отследить дополнительные параметры процесса бурения, чтобы с ними увязывать, допустим, ту же нашу самую траекторию скважины. Ну, банальный пример, да, какой смысл знать вам, какой зенитно-эзематальный угол, если вы не знаете глубины. То есть, вам это все в идеале в единицу времени получать и совмещать, чтобы можно было строить траекторию скважины. Ну, вот, поэтому используются не только подземные датчики в блоке телеметрии. Ну, и здесь вот приведены сравнения нескольких телесистем. То есть, я не буду здесь останавливаться, это чисто для вас. То есть, плюс-минус одинаковые телесистемы разных производителей. Можно на досуге посидеть, посмотреть, чем они отличаются, какие у них там диапазоны измерений и так далее. Но если вы внимательно посмотрите, то практически все они друг друга дублируют. Вот, да, здесь, конечно, выбивается вот эта последняя телесистема ZIS-4M, потому что она по диаметру не подходит. Ну, в целом, все равно какое-то общее представление иметь можно. Вот это вот здесь сведено. Итак, возможно ли, в принципе, полная автоматизация процессового времени? Ну, споров ходит очень много. И вот если взять, создать такую единую объединенную систему, да, где датчики со всех-всех-всех-всех-всех объектов на буровой будут собирать информацию, передавать в единый под номером 18 преобразовательных комплекс. Это единый преобразовательный комплекс будет перерабатывать это все, сравнивать с лучшими практиками бурения, вырабатывать управляющие команды и по этим управляющим командам бурить, то, в принципе, чисто теоретически такую скважину можно построить. Но, сами понимаете, насколько это проблематичные, дорогостоящие, поэтому, ну, пока ни одна нефтегазовая компания на такое не пойдет. Ну, больше нет сверх такой потребности. Действительно, проще иметь на буровой там 2,3-100 и чтобы, и там 3 бамбура, да, которые будут фиксировать все эти данные. Ну, это, опять же, утрирует. Итак, и теперь по LWD. 28-я тема. Для чего нам LWD нужно? Что это такое? LWD – это не что иное, как геофизические измерения в процессе бурения, то есть они нам нужны для контроля разреза скважины, и для, ну, одна из основных, где они сейчас применяются, это качественная проводка горизонтального ствола. То есть это вот прямо область применения. Собственно, какие измерения бывают по физическому принципу? Сами по себе по физическому принципу, ну, вот как геофизические исследования, существуют электрические исследования, то есть по факту это измерение сопротивления. То есть в скважине, то есть там в присутствии воды, в присутствии бурового растора, в присутствии любого там флюида и производится оценка электрического сопротивления горных пород. И по величине этого сопротивления оценивается, собственно, какие горные породы, какое насыщение. Дальше, ядерные исследования. Есть естественные, есть искусственные. И сами все они делятся на гамма-методы и на нейтронные методы. То есть это мы облучаем горные породы, и по итогам облучения получаем какой-то обратный сигнал, фиксируем его и, собственно, делаем выводы о том, какие у нас горные породы перед нами. То есть какие-то горные породы поглощают ядерное излучение, какие-то его отражают. Ну и, собственно, по этим результатам можно сделать какие-то выводы. То есть есть естественные, то есть когда оценивается естественная ядерная природа горных пород, можно так выразиться, есть искусственные. То есть когда мы сами используем источник, он создает излучение. Ну и, собственно, по принудительному излучению и по принудительному отклику он этот метод оценивает, с чем мы имеем дело. Дальше. Сейсмоакустика, то есть акустические исследования, но они по большей части применяются для оценки кавернометрии. То есть в нашем случае. То есть когда мы отправляем сигнал через скважину и по скорости его отражения смотрим, какое у нас расстояние до стенок скважины. Если мы отправляем в стенки скважину, то мы смотрим по отражению, какие горные породы здесь все слагают и так далее. Ну и терморазведка, она необходима для измерения температуры в процессе бурения. Тоже на забоях. Помимо этого есть еще такие разделы магнитно-разведка, гравиметрия, но они как блоки LWD, они применяются, я думаю, крайне редко, но по крайней мере в своей практике. Я сверхчасто и не слышал про них. Какие измерения конкретно ведутся при LWD? Вот, это самый стандартный набор, который практически в любой LWD-системе есть. Гамма-каротаж, каротаж сопротивления, акустика и каротаж плотности-пористости. То есть гамма-каротаж – это тот случай, когда мы отправляем сигнал в горную породу, подхлепу смотрим, собственно, как у нас горные породы ответили, какую ответку дали, и строится на основе этого диаграмма, то есть, грубо говоря, ответки на ядерное воздействие. И по диаграмме мы уже можем оценить, то, что если у нас пики вправо, то есть на графике в правую сторону у нас смещен, он смещен, вот, грубо говоря, относительно какой-то нейтрали, если в эту сторону смещается, это значит, что у нас глины. Если влево, это значит, пищаники либо известняки. То есть предварительную оценку, ну, там, находимся мы в коллекторе, либо находимся там глинистых породов, можно сделать. Каротаж сопротивления. Каротаж сопротивления, он делается для измерения сопротивления горных пород, и нужен для того, чтобы оценить наличие рядом расположенных ледонасыщенных горизонтов. То есть если каротаж сопротивления оказывает повышенные значения, это значит, где-то рядом вода, а если воды много, значит, нужно продумывать, как вести ствол скважины, чтобы эту воду не задеть. То есть, ну, вот, по сути, в чем идея. Акустика. А акустика, она проводится, как я уже сказал, как с приборами телеметрии, так скажем, спущенными в скважину. То есть мы измеряем именно отклик горных пород на акустическое воздействие. Но не всегда он репрезентативен, то есть там бывают проблемы с измерением. Ну, и еще к акустическому каротажу я приводил пример, можно что привести? Можно привести именно измерение расстояния до стенок скважины, то есть, по сути, кавернометрию. Ультразвуковая кавернометрия, то есть чем тебе, по сути, не акустический метод. Тоже сюда можно внести. Но благодаря акустике обычно мы узнаем о фильтрационных и мкосных характеристиках пласта, находим его, так скажем, флюидонасыщенность, то есть какой у нас там флюид газ, нефть либо вода. Ну, то есть можем делать какие-то выводы, особенно приобретении под аризонт. Куда мы смещаемся, к чему мы приближаемся, так далее. Ну, и нейтронный каротаж, он иногда используется, это каротаж плотности и пористости. Он, благодаря нейтронным ядерным методам, он позволяет облучить горную породу и по отклику понять, собственно, что за породы, какая у них пористость, какая у них плотность и прочее. Какие еще измерения можно вести в LWD? Сюда относятся к кавернометрии, ну, то есть, как я уже сказал, это один из ультразвуковых методов. То есть измеряется расстояние до стенки скважины. То есть посылается сигнал по отклику сигнала, смотрим, какое расстояние, ну, и понимаем, да, то есть какая величина каверн в данный момент у нас в данном интервале. И PVD, Pressure Wild Drilling, то есть это датчик специальной забойного давления, то есть датчик забойного давления, который позволяет нам перевести и рассчитать потом ЭЦП. То есть сами по себе PVD датчики, они считаются уже как отдельный блок телеметрии, вот, и в принципе, как отдельное направление. Сам по себе контроль ЭЦП нам нужен для того, чтобы не поймать поглощение, то есть не порвать класты, но при этом и не получить ГНВП. То есть очень весьма важный такой фактор. Ну, а сама по себе технология PVD, она построена на применении высокочастотного кварцевого прибора. Вот, и он прямо измеряет, он достаточно чувствительный, он измеряет давление в трубах, давление в затрубе, и вот на основе вот этих данных уже производится пересчет в единице эквивалентной циркуляционной плотности. Ну, и термометрия. Ну, конечно, про термометрию стоит, не стоит забывать говорить, то, что постоянно необходимо оценивать температуру на забое, ну, как минимум, с той целью, чтобы, например, при высоких температурах не потерять свойства раствора, то, чтобы раствор не испортился, не потерял свои качества. Ну, то есть одна из причин. И вот здесь на слайде просто приведены стандартные номинования, то есть LWD системы Schlumberger. То есть если так вот посмотрите, то у них прямо каждый модуль, каждый прибор имеет свое название, ну, потому что, как раз-таки, это весьма дорогостоящее такое оборудование, и поэтому не всегда и не все фирмы заказывают весь комплекс. То есть заказывают иногда, вот, а дайте нам, пожалуйста, перископ, мы там будем делать коротаж сопротивления. Ну, и берут его в аренду. Ну, и заключительная тема – это монтаж, эксплуатация телеметрических систем. То есть какие проблемы могут встречаться при эксплуатации телеметрических систем? То есть мы в этом блоке рассмотрим, но предварительно поговорим о подготовке к установке КНБК. То есть что нужно делать перед тем, как разместить телесистему в КНБК? Нужно ее осмотреть, произвести замеры, оценить визуально-техническое состояние, то есть нет ли каких-то там промывок, задиров, дефектов, ну, смятий, деформаций и прочего. После этого мы, когда все визуально проверили, мы производим сборку телесистемы. Обычно это делается в теплом месте на специальных В-подставках. То есть, ну, вот здесь вот эти В-подставочки, они вот показаны, обычно даже из дерева они делаются. Дальше сборка. Производится телесистема по конфигурации, то есть, ну, в заданной последовательности, как указано. Все соединения лубри-плейтом промазываются, то есть, для большей герметичности. И скручиваются элементы телесистемы. Важно отметить, что мы здесь никакими не машинными ключами, а ручными ключами производим затяжку. И момент, конечно же, присоединения превышать строго не рекомендуется. После этого, что делается? Производится подготовка, ну, то есть, предварительную подготовку прошли, после этого делается программирование телесистемы. То есть, подключается питание и оценивается работа всех модулей. Дальше производится синхронизация телесистемы с программным обеспечением и формируется конфигурация. Ну, то есть, файл, куда будет вестись запись в процессе измерения. Затем делается сначала флоу-тест. То есть, это когда имитация потока брового раствора идет. И производится проверка работоспособности конфигурации. То есть, как она вообще реагирует. Реагирует ли она вообще. Затем, когда мы уверены в том, что настроили эту часть, мы производим установку tool-face прибора в ноль. То есть, ну, фактически совмещаем у нас с началом координат. И после этого производится exclusion-тест. Это проверка работоспособности телесистемы при изменении ее пространственного положения. То есть, вы просто вручную ее поднимаете, меняете углы и смотрите, как, собственно, реагирует ваша телесистема на измерение углов. Ну, и после того, как телесистема готова, производится сборка КНБК. То есть, устанавливается двигатель. На двигатель устанавливается немагнитная утяжеленная бурельная труба. Размещается в ней модуль телесистемы и, собственно, фиксируется. Если метка на посадочном, то есть ориентирующем переводнике не совпадает с меткой на ВЗД, следовательно, нужно измерить расстояние этого несоответствия в полусантиметровой ленте. И, собственно, в дальнейших преследованиях это помнить. Ну, то есть, грубо говоря, что у нас есть какая-то определенная поправка. Ну, собственно, как можно еще по-другому произвести сборку телеметрической системы? Это когда мы без оценки погрешности вот этого несоответствия меток. Как мы можем сделать? Мы можем взять сначала скрутить компоновку, разместить переводник, затем с помощью специального ключа повернуть посадочное гнездо в переводнике так, чтобы у нас телесистема при посадке прямо смотрела в направлении действия. То есть, чтобы никаких поправок не рассчитывать. И после этого уже подготовленный переводник, посадочный, ориентирующий. Мы размещаем телесистему и фиксируем ее. Но здесь как раз-таки принцип фиксации показан. Потому что нельзя затягивать один болт, потом другой, потом третий. Все это нужно делать по принципу звезда, то есть для того, чтобы более эффективно, более плотно сидела компоновка телесистемы. Но сам процесс размещения телесистемы в ООБТ производится обычно с помощью обыкновенной лебедки. То есть здесь вот такой стандартный момент. Но вот здесь как раз-таки на фотографии показано, то есть как будет размещаться, то есть как будет садиться непосредственно в ориентирующий переводник телеметрии. То есть вот здесь вот есть специальные пазы, которые сядут на ориентирующий переводник и зафиксируются. Ну какие, собственно, бывают проблемы с телесистемой? Сверх долго я здесь задерживаться не буду, но основные проблемы для вас вот сюда подобрал выпису. То есть это падение либо некачественной передачи сигнала возникает либо в результате поломки модуля, либо в результате проблем с КНБК. То есть это может быть в основном либо закупорка, либо кальмотация. Но чтобы такого не было, нужно осуществлять такое техобслуживание, чтобы у нас не было опасности кальмотации приборов. Ну и, допустим, опять же, не прокачивать там, допустим, приборы, не прокачивать кальмотанки через приборы, допустим, даже при сильных поглощениях. То есть, ну, когда, как одна из рекомендаций, используют, например, циркуляционные переводники. Отказы модулей питания. Ну и из-за чего это может происходить? Это может быть, допустим, в результате вспучивания, то есть перегрева, в результате преждевременной разрядки, просто из-за невнимательности. Ну, то есть, чтобы такого не было, конечно, вообще самое простое рекомендовать использовать и генераторное питание. Но в действительности, по сути, это ответственность инженера, он должен регулярно проверять техническое состояние источника питания и уже делать выводы. Стоит там, не стоит, как говорится, производить какие-то манипуляции, криптовки, заменять батарейку и так далее. Потеря ли сигнала, либо некачественный прием. То есть потеря сигнала может происходить и в результате просто отворота. То есть просто улетела компоновка и все. Из-за чего это может происходить? Ну, как минимум, из-за промывов, из-за отворотов, то есть не докрепили, деформация, то есть развинчивание в условиях вибрации и прочее. Ну, здесь, как один из вариантов, чтобы такого не было, это просто контролировать сборку, отслеживать это, работать по регламентам, будет вам счастье. Ну, и в целом отказы модулей. То есть просто не работает модуль, не передается сигнал. Ну, если мы говорим про гидроканал, это все-таки ближе к гидроканалу, то что это либо у тебя что-то на поверхности сломалось, что-то не работает, провод какой-то перебился, либо это что-то происходит в данный момент в скважине. То есть, например, раствор вспенился, либо, допустим, у нас на компенсаторе брового насоса там недостаточное давление, то есть он просто не может нормально прокачивать жидкость, а мы еще какие-то импульсы от него ждем. То есть, ну, вот это как бы основные моменты, которые могут привести к отказу модуля. То есть отказ модуля, это подразумевает то, что ты смотришь на экран, смотрю на экран и ничего не вижу. То есть никакого эффективного результата не наблюдается. Ну, а какие факторы могут еще влиять на сигнал целеметрии? Как бы это странно мне показалось, но помимо характеристик раствора и циркуляционной системы, и геологии, еще и влияет стиль работы бурильщика. То есть, если бурильщик, допустим, работает неаккуратно с большим числом вибраций, то качество сигнала, подаваемого забоя, ну, будет чуть похоже. То есть это тоже как бы нужно брать в учет. Итак, коллеги, на этом у нас тема закончена. Добавил субтитры создавал DimaTorzok,